Тихо ночи. На связи. Можете задавать вопросы, если есть. Давайте. Никого нет, отхожу. Пять вечера, Александр, можно задать вопрос? Потом можно выдавать. Срочнее что-то. Если, допустим... Если пастор не учит о рождении свыгрыша, не расскажет эти вещи, можно ли его назвать слепым поводырём или нет? Или это хуже, допустим? Или по-другому ещё, как волк, который в стадии овечьем образовался? Вы уже всё сказали. Я зачем буду отвечать? Уже сказано. Об этом 20 глава, 29 стих, Деяния апостолов, отвечает. Вот прочитайте, увидите. Кто-нибудь посчитайте, чтобы... У меня сейчас не получается. Ну, у кого... Быстро на денег не получается. Овцы рассеянные по холмам, Михей говорил, пророк. И нет у них руководителя. Ну, а если я об этом говорю, это грех мне или нет? Да какой грех? Он неправильно. А вы сами чувствуете, грех или не грех? Ваше сердце что подсказывает? Не чувствую грех. Я правду говорю. Ну, правда, бывает, она дотопит и Титаник. Иной раз была... То есть, опять же, надо по крестителю говорить, да? Ну, да. Почему говорил и христиан Соломон, говорил, время говорить и время молчать. То есть, должен высветить это, стоит ли. Я скажу, а какие последствия, чем это будет чревато. Ну, посмотреть. Если заранее знаешь, что ничего не будет, Иоанн Креститель обличал Ирода. Все говорят, не обличал бы, был живой. Но там другой вопрос. Речь шла о Христе, о принятии его через Иоанна. И все, он лишился головы, лишился... Это общество лишилось такого светила. Это вопросы непростые. Надо конкретно смотреть за и против. Ты должен молниеносно сообразить, говорить или не говорить. Что, не скажешь, пожалеешь один раз. А скажешь, сто раз пожалеешь. Вот часто бывает так. Понятно. Ну, да. Аллилуйя. Тут молитва подскажет. Если ты молишь, то у тебя связь с Богом есть. То есть, ответ тебе придет сразу. Что сказать? Как сказать? Стоит ли сказать? А если промолчу, какие результаты будут? Не поздно ли будет? Вот один с ним, как корову там пас. А я, говорит, ходил и каждый день с ним разговаривал. Дедушка хороший такой, говорит. Ну, я решил тогда прямо призвать его к покаянию. Утром пришел, а никого нету. Я спросил, а где он? Говорит, так он ночью умер. Я себя за всю жизнь не могу простить теперь это. Я уже подготовил все, соглашался. Один шаг. Его надо было вовремя сделать. Вот так, дорогой брат. Все Христос, Отец. Да, тут надо выдержку иметь. Если выдержки нету, и человек такой вспыльчивый, сиди дома. Он больше накуролесит. Он может только разгонять людей. Но не обращать. Тут серьезные вопросы. Игнатьевич, вот такой еще вопрос. У меня, как бы, сестра, я уже говорил, она психиатр, нарколог. Сначала что-то были в ней подвижки, когда она приезжала в монастыре ко мне. Муж у нее татарин, тоже. Погоду ему явил. А сейчас вот такой. У них мальчишка познакомился. Ну, мой племянник познакомился. Смотрю, видим, что девочка, иконочка. Говорит, давайте с ним поговорим. Да ты что, не надо туда влазить. Я думаю, ну и все. Я думаю, вот такое чувство внутри, что надо, как бы, подсказать, чтобы немножко... Они в Казани живут. Думаю, как раз-то Вячеслав бы с ним познакомились. А такое злобление. Не надо ничего говорить, они сами разберутся. Все. И прям, ну и все. Думаю, ладно. Значит, вариантов не надо изисковать других, чтобы как-то рассказать, что есть люди верующие. Ну, бывает так. Я иногда иду с занятий в университете. А университет большой. Больше 30 тысяч студентов. Ну, я-то не ко всем допущен. И вот один мужчина такой, рослый, идет, и вот я, наконец-то, поверил. Ну, идем вместе с ним после занятий-то. Ну, и как-то на душе легко. Я говорю, какой стих вас коснулся? Да все, что вы говорили, коснулись. Я поверил, что я неверующий. Он во что поверил-то? Он считал себя номинальным православным, христианином. Ходит в церковь, причащается. А теперь он понял, что неверующий. Ничего это ему не даст, кроме осуждения от Бога. Вот человека нужно поставить так, чтобы он понял это. Я вот пока Евангелие в руки не видал его даже, не слыхал про него. Меня никто не мог убедить, что я могу спастись. Я знал, что мне гореть в гиене огненной. Хотя я не делаю, что делаю. Не ворую, не матерюсь, не блудничаю. Совесть подсказывать должна. Совесть первичной Евангелии, говорит Иоанн Златоуст. Вот вы решили ему сказать. А они не приняли, другой встречи не будет. Как они будут жалеть на суде Божьем, если не придут в другом месте? А бывает, через кого-то они бы приняли, опять так все тихо было, и рядом погибают, нужды нету. А вы не молчите, когда люди разговаривают. Златоуст говорит, почему вы никаких мер не принимаете в храме? Слово Божие звучит, они стоят, молодежь, пересмеиваются. Тут никого не спрашивай. Войди в это. И скажи, перестаньте безобразничать. Это Иоанн Златоуст призывает к этому. А в другом месте призывает, когда хулят Бога, даже нанеси его удар. И тебя, если ты заступился за господина царя или президента, он похвалит тебя, когда поносил его. А тут Господь Бог за тебя восстанет. Ведь какие моменты жизни, их надо все применить к себе и понимать, стоит ли это делать. Я в жизни ни разу не ударил никого. И не всегда вот они разговаривают где-то, я только палец покажу вот так, и все, молчание. В храме. А когда выйдем, там можем и поговорить. У меня, знаете, Игнать Ильич, вот еще один такой вопрос. До общения с вами, да, вот люди, которые через меня пришли к вере, ну, я раньше там спортом занимался, все такими, ну, где только не было. И как-то быстро, и вот сейчас они от меня отлипли. И, ой, Александр, такую прелесть, такой попал ты, это самое. Я говорю, так ты возьми Ивангель и читай. Ты не веришь мне, почитай в Ивангель, вот там так написано, так написано. Ну, все, я думаю, как, действительно, может, у меня таланта нету, да, благовестника, что ли, вот я. Поэтому в то время они как-то поверили, но, видно, то не было опасно для демона. И они как бы приняли эту веру такую. А мы слабенькие, мы вот выпиваем пиво в среду, в воскресенье посещаемся, мы же немощные. Я говорю, да что за бред такой-то, вот что это самое. Ну, вот такая у меня ситуация. Я просто думаю, может, не стоит вообще общаться с людьми, которые вот заранее, надо, если Господь не положит на сердце говорить, то и не говорить. Ну, да. Помолите, чтобы мне Господь дал какой-то благовестника. К Титу 3.10 Павел говорит, еретика после первого-второго разумления отвращайся, ибо он самоосужден, само себя осуждил, осудил. Они не еретики, да хуже еретиков. Еретика не впускают, а эти вместе все находятся здесь и причащаются. Ну, ладно, Таня, если никого нет, я отхожу. Все. Прости, Христос. Аллилуйя. Давай, много лет за тебе. Пока.